Добрый день. Хотелось бы показать небольшой пример применения аргиз для задач сельского хозяйства. И сначала я покажу результаты, попытаюсь объяснить, что это такое, а потом во второй части коротко покажу, как это можно сделать средствами аргиз. Достаточно просто. Начнем с того, что это такое. Это изображение, полученное на основе карты полей. То есть основой являются полигоны с оцифрованными полями. И для каждого поля мы считаем статистику. Берем какой-нибудь показатель, например, индекс NDVI, или там может быть какой-то еще индекс, индекс влажности там, например. И дальше. Внутри каждого поля специальным образом... Давайте я оформление какое-нибудь более понятное сделаю. Вот. То есть берем каждое поле. Давайте какое-нибудь поле побольше возьмем. И делим его на три части. По яркостям. Лучше, наверное, даже взять какой-нибудь отсюда пример. Разделяем на три части. По яркостям. Низкие яркости, средние яркости и высокая яркость. То есть любое поле мы делим на три участка. На котором условно плохие показатели. Ну, например, если мы берем NDVI. Значит, на одном... Одни пиксели с низкими показателями. Это NDVI, то есть там растительность более угнетенная. Средний участок и участок с высокими показателями. Дальше берем сезоны разные. Точнее, не сезоны, а года. То есть у нас для каждого поля в определенный год почти такая статистика. Берем много-много лет. Ну, здесь это просто растр со значениями 1, 2 и 3. И дальше растры за много лет складываем друг с другом. То есть если какое-то поле, на нем есть участок, который показывает плохие показатели NDVI в один сезон, во второй сезон, в третий сезон. Вне зависимости от того, что там сажали или не сажали, или там просто трава растет. Третий сезон, четвертый сезон, пятый, девятый, десятый и так далее. Значит, статистически с этим участком что-то не так. И когда мы накладываем такую статистику, суммируем просто за много лет, то у нас получается вот такая интересная картина. И мы тут видим, что вот эти участки, то есть красное, это там, где какие-то низкие показатели не один год, а много лет. Ну, самый красный, это, соответственно, там, где вот прям все 10 или там сколько, 8 лет плохие показатели. А зеленый, там, где все 8 лет хорошие показатели. И мы видим, что вот эти пятна зеленые и красные, они не ограничиваются одним полем. И они переходят между полями. Это как бы не показатель урожайности в чистом виде, понятное дело. Это некая характеристика поля данного конкретного. То есть на одном поле может быть очень высокий индекс NDVI, на соседнем поле может быть пониже индекс NDVI, потому что там разные культуры посажены. Если мы проводим это исследование для сезона вегетационного. Но, тем не менее, у одного поля могут быть проблемные места или, наоборот, места плодородные. У другого поля могут быть проблемные плодородные места. И, как мы видим, есть определенная закономерность статистическая. В данном случае мы что можем сказать? Что здесь явно видно влияние рельефа в долинах ручьев или рек. Соответственно, показатели выше, более плодородные земли. Но потому что там вода, почвы более высокую влажность имеют. На возвышениях воды не хватает. При тех же равных показателях, всех климатических и прочих, более низкий индекс NDVI статистический. То есть, тут вообще, по большому счету, видно влияние рельефа хорошо. При этом оно распространяется между разными полями. И даже видно, что эти пятна, так сказать, не ограничены одним полем. Есть другие места, где... Ну, тут, наверное, должны уже судить специалисты по сельскому хозяйству. В чем могут быть причины? В чем могут быть проблемы? Где-то это может быть связано с особенностями уборки урожаев, методов там, не знаю. Ну, вот, например. Здесь отчетливо тоже видны красные и зеленые пятна, которые распространяются на множество полей. Может быть, это особенности почв, может быть, это особенности способов пассива и уборки. В принципе, все это, это не я придумал, это придумал Дмитрий Рухович. Ссылку на его доклад я дам в описании. Вы можете там более подробно посмотреть. Я, как бы, взял его идею и попробовал реализовать ее на Аргиз. И далее я покажу, как такую штуку сделать на Аргиз с учетом всех последних обновлений, которые в Аргиз появились, и как это сделать с небольшими временными затратами. Первое, что нам понадобится, это сцены Вансата. Точнее, в данном случае, Сентинель 2. Их можно для любой территории получить достаточно просто с помощью Stack API. Более подробно про то, как подключаться к Stack API. И в данном случае к Microsoft Planetary Computer можно почитать в нашем блоге. Ссылка тоже будет в описании. Заходим в подключение к Stack API. Выбираем Sentinel. Ищем Sentinel 2. Level 2A. Дальше Extend текущий. Ну, я выбирал летние месяцы. Последовательно, для каждого года, доступного. То есть, дата и время. Например, сентябрь. Ну, точнее, еще июль. С 1 по 31 июля. С 1 по 31 июля. Выбрали. Лучше подбирать снимки с облачностью. Там, менее, чем, например, 5%. Выбираем. Снимок. Сейчас появится превью. Ну, желательно, чтобы область здесь была поменьше. Ну, вот, например, то, что нам нужно. Выбираем. Добавляем. Мозаику. Растров. Вот у меня специально мозаик датасет. Выбираем Sentinel 2. В данном случае лучше выбрать, наверное, вот этот вариант. Хотя тут, как вам удобнее. Вот. Добавляем мозаику. Растров. Повторяем эту операцию. Ну, в принципе, еще можно этот Sentinel посмотреть. Как он выглядит. Все ли вас устраивает. Ну, вот этот. Эта сцена. Сейчас она в облаке. Ну, в принципе, нас это устраивает, что она в облаке. Вот. Добавляем мозаику растров. Далее, в мозаике растров у вас появляется вот эта мозаика растров. У вас таким образом появляется столько сцен, сколько вы смогли скачать для разных периодов времени. Ну, наверное, через год можно добавлять. То есть, июль 2023 года. Ну, как получится. Желательно, конечно, безоблачные сцены с шагом один год. Можно для времени, когда происходит вегетация, можно выбрать другое время. Тут уже вам самим решать. Добавляем этой сцены 16-18-18-19-20-го. То есть, за 8 лет. И получаем такую мозаику растров. Многолетнюю. Дальше. Ну, я сделал копию этой мозаики, но можно прямо на этой же мозаике применять. Запускаем инструмент построить информацию о многомерном растре. Именно этот инструмент именно для мозаики, который превращает мозаику из просто набора снимков в многомерный растр. В качестве переменной указываем поле тег в футпринтах. В поле тег у нас содержится название продукта, которое мы добавили. В качестве поле измерения указываем дату съемки. Это будет поле с временем. Запускаем. у нас получается многомерная мозаика. Она у меня сохранена в виде отдельной мозаики. Это многомерная мозаика. К ней можно доступны вот эти инструменты работать с многомерными растрами. Здесь можно переключаться между разными датами. и эту многомерную мозаику можно уже сохранить инструментом копии растр в формат CRF, который поддерживает хранение многомерных растров. сбросит все эти 8 сцен в один облачный ну он не облачный он на локальном диске хранится растр формате CRF. это Cloud Raster Format вот главное при копировании указать вот это поставить галочку флажок что обрабатывать как многомерное можно еще это поставить но это как бы в данном случае это особо ничего не изменит возможно появится какие-то проблемы то есть я это не делал но наверное будет работать в принципе без ошибок можно попробовать дальше получаете этот многомерный растр вот он и далее собственно придется тут могут быть разные варианты но наверное проще всего воспользоваться скриптом для расчета статистики в каждой зоне а в качестве зон у нас будет выступать вот этот вектор с полями дальше что мы делаем выполняем код следующий трансформируем ну инициализируем растр коллекшн на базе вот этого многомерного растр потом запускаем ну смотрим что у нас получилось в этом что лежит в этом растр коллекшн отдельно указываем что time field это у нас std time это поле std time оно у нас появилось при превращении мозаики растров в многомерную а точнее нет вру это оно у нас появилось при создании растр коллекшн далее тоже могут быть разные варианты но проще надо сделать так конвертировать вектор в растр и то есть у нас есть вектор с полями удобнее его конвертировать в растр в котором поле вэлии будет иметь значение из взятые из векторного слоя из поля object id главное чтобы они были уникальными то есть это вот такой растр с зонами то есть у каждого поля свое уникальное значение далее конструируем конструируем вот такую функцию в которую что будет происходить берем каждый элемент мозаи растр коллекшн коллекции растров применяем к нему функцию ndi дальше считаем тоже функции зональную статистику воспользуемся методом перцентиля то есть 33 перцентиль это у нас будет одна зона с 33 пустят 6 второй перцентиль вторая зона точнее и больше 60 это третья зона говорим что зона которая больше 66 перцентиля это хорошие участки соответственно средние и плохие потом объединяем их в один растр то есть у нас хорошие участки получают значение 1 средние 2 плохие 3 а все остальное получают значение 0 то есть у нас три растр получается дальше берем эти три растр складываем друг с другом нули как бы ни на что не влияют и получаем один растр у которого есть значение 1 2 и 3 то есть по сути получаем вот этот вот растр который называется slice вот он с тремя значениями 1 2 и 3 то есть у нас 1 зеленая фиолетовая или сиреневая 3 и вот такое 2 то есть каждое поле на 3 зоны разделяется вот и наконец генерируем новую мозаику растров растр collection который каждый растр будет представлять результат обработки этой функции для этого есть у растр collection функция мэпа генерируем вот у нас новое новое обработанное растр collection дальше мы его конвертируем в один многомерный растр есть такая функция to multidimensional raster указываем поле с измерением указываем поле с переменной получаем вот такой результат дальше этот результат сохраняем на диск я вам только что показывал и потом потом мы этот растр уже можем например вот у меня многомерный растр с разбиением еще раз и дальше я могу переключаться между разными годами это все статистика посчитанная отдельно для каждого полигона поля вот и потом я могу поскольку он многомерный я могу сделать операцию например суммирования сказать что я хочу просуммировать все эти значения за все время и на выходе у меня получается уже вот такой растр который я уже вам показывал ну и тоже раскраску надо настроить все остальное и дальше можно с этим работать в принципе можно это сделать с помощью растровых функций ну вот этим редактором растровых функций но работает очень медленно проблематично то есть во первых сам процесс настройки довольно таки сложный во вторых работает считается медленно поэтому проще самый наверное простой способ это код либо в модель билдере все то же самое пытаться реализовать не уверен что это возможно но не исключено что возможно ну либо руками делать ну руками наверное наименее интересный вариант на мой взгляд эти карты состояния полей наверное как то так их можно назвать они они интереснее чем индекс NDVI который строят все и сразу который все пытаются как-то использовать вытащить из него какую-то полезную информацию все таки индекс NDVI он связан с текущим состоянием растительности а здесь мы видим влияние долговременных факторов таких как там влажность почвы в течение многих лет эрозия почвы возможно еще какие-то могут быть факторы вот и в принципе из этих данных наверное можно извлечь большую пользу даже чем из индекса NDVI если вас интересует теоретическая часть то рекомендую посмотреть доклад Дмитрия Руховича который есть в ссылке в описании моя задача в этом ролике была показать вам что подобные идеи обработки данных можно достаточно просто реализовать с помощью инструментов ARGIS Дмитрия Руховича Дмитрия Руховича